Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я хочу взять интервью для вас у Ларисы. Лариса, я думаю, сама лучше себя представит. Это бизнес-тренер и человек, который занимается позитивной психологией. Я думаю, она расскажет вам очень много интересного. Спасибо. Можно так? Меня зовут Лариса, я приехала с Украины. А можно погромче, Лариса? Можно. Я приехала с Украины, это самая западная часть нашей страны. Мы живем в маленьком, небольшом таком шахтерском городишке, который называется Номго-Валдинси. На протяжении уже многих лет я занимаюсь тренерством, занимаюсь позитивной психотерапией и немножко коучингом. Поэтому это такая более профессиональная часть моей жизни. А в жизни человек, который любит путешествовать, любит силой компании, интересная вообще. Лариса, вот скажи, пожалуйста, мы с тобой беседовали буквально минут 15-20 назад, и ты вывела такую хорошую формулу, совет женщинам по поводу, вот когда они начинают все мыть, убирать, то есть реакция на ссоры, да? Вот расскажи, пожалуйста. Есть такая интересная и очень полезная вещь, как кристалл Пизышкиана. Это из позитивной психотерапии, который основан на том, что в нашей жизни есть 4 сферы, хотя это намного больше, но мы говорим о 4 сферах, когда, как мы реагируем, когда и как, тем образом мы реагируем на наши проблемы, наши конфликты с окружающим миром, с нашими близкими, на те ситуации, которые в нашей жизни складываются. И вот когда мы чего-то не хотим, например, в золотоминге возникла какая-то конфликтная ситуация, и мы этого делать не хотим, или мы не хотим это участвовать. Чаще всего это бывает в работе, или в каких-то семейных отношениях, да? Мы начинаем реагировать, и, как правило, мы реагируем обязательно одинаково. Чаще всего женщины, например, при ссоре, допустим, со своим любимым человеком, как правило, начинают либо все быстро мыть в квартире, то есть они начинают ударяться в уборку. Это значит, что они начинают чистить, драить там всякие приспособления использовать. Это реакция нашего тела, нашего организма на то, что мы начинаем какие-то нам чем-то недовольны. И в результате получается, что мы так делаем раз, второй раз, третий раз. И это становится нашей привычкой, нашим стереотипом. Для того, чтобы не реагировать так и не вводить себя в это состояние, нужно нам в какой-то момент включить свою память и сказать, что нет, я сегодня не буду реагировать так, я буду реагировать по-другому. И, например, просто не обратить внимания на то, что мы поругались и приготовить какой-то романтический ужин при свечах. Это даст другой результат? Безусловно. Это даст не только за другой, это будет ваше отношение другое. И, конечно же, другое отношение приведет к другому результату, потому что существует такая формула, такая негласная как бы правило. Если мы как-то относимся к ситуации, ситуация есть вокруг нас, мы выражаем свое отношение к ней, видим какой-то образ, и так вот такое получаем результат. Если мы говорим о негативном отношении, о негативном каком-то образе, мы получаем негативный результат. Если мы будем говорить о позитивном изменении, если мы будем говорить о позитивном видении нашей этой ситуации, то, наверное, и результат, как правило, будет другой, то есть позитивный. Как говорят? Ну, собственно, Лариса, я могу, не только женщины так реагируют, да, например, мой муж при каких-то ссорах, и я слышу уже там, тарелки начинают мыться на кухне, и, собственно, я каждый раз думаю, о, хорошо, хоть тарелки вымыть, но на самом деле, если бы он отреагировал как-то по-другому, да, то есть это была бы моя другая реакция, я бы, может быть, да, на самом деле ты права, я бы, может быть, тоже задумалась о чем-то по-другому. То, что нам непривычно, что выходит за рамки нашего комфорта, все, что нам, мы не привыкли видеть, слышать, ощутить, все это нам вызывает у нас первую реакцию, какой-то опасность, страх, какое-то недоверие, но потом мы понимаем, что все это изменилось, и мы все равно можем на это среагировать другим, более позитивным образом. То есть, вообще, сменив реакцию на ссору, можно таким образом изменить ситуацию и предотвратить эти ссоры в дальнейшем. Ну, вообще, я считаю, для того, чтобы не было ссор, это, конечно, не бывает в данной ситуации, не в семье, не можем говорить, потому что это всегда идеально, но для того, чтобы не было, лучше всего, что договариваться. Хорошо, это, конечно, ты права, спасибо. Какого рода такой негласный контракт между парковниками. Да, может быть, и гласный, да? Ну, бывает, но это зависит от характера людей, то есть, насколько для них это приоритетно, важно и так и комфортно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.